Все первоклассники Казани 1 сентября получат подарки от Казанской мэрии. На что бы не было скучно учиться, педагоги подготовили новые формы обучения, в основном игровые. О том, что ждет казанских школьников, сегодня утром в прямом эфире радио ГТРК Татарстана рассказал начальник столичного управления образования Ильцур Хадиулин. За общение в режиме онлайн наблюдала моя коллега Альбина Батаршина. Мы из первой класса идем. И вот, ну как бы я сама когда учила в школу, я помню, что мы в старшую классу сами в своем кабинете убирались, мыли полы. А вот в первом классе кто должен в кабинете мыть? Родители, уборщица или дети? Понятно. В первом классе убирают уборщицы школы. Родители и дети ни в коем случае не имеют права убирать. Есть школы, которые нанимают клиниговые компании по согласованию с родителями. Только по согласованию с родителями. Эти слова столичный начальник управления образования в течение часа повторял часто. Мамам и папам не имеют права навязывать услуги и что-то требовать. Только если сами захотят что-то купить. К примеру, дорогостоящее оборудование. Учебный год еще не начался. У нас в школе просят денег уже на установку бюджета. Хотя у нас в школе есть охранник. Мы за этого охранника уже как бы спорчим. Если в вашей школе без согласования с родителями, с родительским комитетом, по педагогическим советам, без согласования какие-то деньги, если требуют и собирают, это неправильно. Ильсур Хадзиуллин попросил радиослушательницу связаться с ним и сообщить номер этой школы. Напомню, что связаться с управлением и задать вопрос всегда можно через интернет-приемную на сайте мэрии. Впрочем, пишут туда часто. Один из основных вопросов – обучение татарскому языку. Обещали внедрить новый метод обучения уже в этом году. И внедрят, пообещал чиновник. И в садиках, и в школах занятия по изучению родных языков будут проходить по новым учебникам с использованием IT-технологий. Для нас приоритет – это два государственных языка – татарский и русский языки. Мы абсолютно в равных объемах и, скажем, с равным таким нормальным, добрым отношением должны обучать детей и русскому, и татарскому языкам. Сейчас в школах идут последние приготовления. Во всех классах, согласно требованиям санитарных норм, установили раковины, провели даже горячую воду. А 1 сентября 11 тысяч первоклассников получат подарок от мэрии – азбуку здоровья и спорта. Забавные истории, сказки, игры на развитие логического мышления и спортивные упражнения. Альбина Батышна, Равкад Зидин, Вести, Катарстан.